Христос воскресе из мертвых, Смертил смерть поправ, И сущим в ограбеже Его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертил смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Благослови наши занятия в этот день воскресный. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания Божественных Слов Твоих. Прибудь с нами. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, мне нужен кто-то, чтобы держал. Когда будешь на кого-то переводить, медленно так. Главное не нажми, чтобы стрелы. Все прибежали. Головы срезаны. Какой-то ролик смотрели. Головы у всех срезаны. Садись, что ты не доволен. Великое предритение быть что? Кладущей силой мы довольны. Ну, получается, надо быть довольным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, сколько нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, еще двенадцать. У Христа было, вот двенадцатый ученик идет, пожалуйста. У Христа было двенадцать, все ушли. Ни кнута, ни пряника. Не хотите ли его оставить? Нам не надо гоняться. Пряников уже им дома скормили мешки целые, вагоны. Всю страну закормили пряниками, а потом в Гулайде все это сожрали. С шоколадками еще. Интересный случай, у меня близкий мне человек, сестра, работала в епархии. И вот приехали священники, а архиерея не было. Архиерея был в это время епископ Гедеон Докукин. А секретарем пивоваров отец Александр, кандидат богословских наук. Очень сильный проповедник. И он, сестра моя, говорит, у нас совещание будет, ты возьми симфонию. По симфонии выберли, что там про священников говорится. И мне, да, она пришла и говорит, отец Александр, а там хорошего ничего нету. Как будто бы весь гнев собран на священник какой-то. Вот это и будем говорить. Ничего нету. Так поэтому, что есть. На данный момент у нас тревожная обстановка. Повеяло затхлом. Видели в интернете кто-то наши там или что-то такое. Битар Андреевич прочитал местописание. Батюшка сказал так, что это не палки ремня, ничего. Это соответствие истины и действительности. Вовремя сказать. Аж почему люди тянутся? Ну, может быть, и по бодрству, а во-вторых, от оттяга к миру. Не могу загнать, я говорил кого сегодня. Ни под каким видом. Все-таки только загнал, гамал уже нету. А в коридоре разговаривают. Там выходят на улицу. Я говорю, заходи, некуда у меня мать парализована. Вы не знаете, что такое парализована? Прямо в двери. Ну, в пару слов некуда мне. Потом гляжу, встать, сидеть, разговаривать. Здесь все. Лишь бы не здесь быть. Одни прикрылись, как я говорил, болезнью. Болеть будешь. Другая мать парализована. Она, может, из-за тебя лежит парализованная. Это твоя прикрышка. Почему у нас никогда этого не было? Бабушка лежала там 90 лет с лишним. Наша мамина мама. И что, больной человек, никто даже этого не говорил никогда. Вот ей, сколько, четверо ребятишек, говорит. Ну, как, многосемейная, или как назвать, многодетная. У нашей матери 10 было. 10 ребятишек живых. 12 было ей. И слово многодетное я даже не слышал этого. Просто живем и живем. Малину пошли брать. Принесли домой. Первая малина мало еще. Бабушка через дорогу живет. Мама здесь. Тятя придется овечками. К каждому парам разделили. Вот где закладываются все. А не так, что увидел. Брат, правда, у меня один. Мы находили на елку и дали вот такие круглые, большие конфеты. Ну и, кажется, с Акимом он их стибрил, он оставается, своровал. И спрашивает. Ты брал? Нет. Не брал. Но мы бить тебя не будем. Ты скажи. Я взял. А как ты сиял? Я под одеялом. До света наевся. Ну и все. Ну и все. На этом и закончил. До света наевся. Адра в этом. Поехали. 1 Тимофея 1 глава 13 стих. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Толкование. Смотри, как он, описывая прежнюю свою жизнь, превозносит милость Божию. Даже когда он говорит об иудеях, достойных всякого презрения, он ничего такого не приписывает им. О себе же самом так повествует. Не только, говорит, сам я был хулителем и не только в себе укреплял зло, но еще преследовал тех, которые хотели жить благочестиво и не просто делал это, но с особенным ожесточением. Как бы останавливались на этом. Хотели жить благочестиво, лучше остановиться. Пишет Блаженный Офигел. Что он имел ввиду? И что ты понимаешь под этим? Ну, надо не просто считать и считать. Как одна бабушка. Магитопон я купили, я все время слушаю. А магитопон установили в избе. На улице я белье разбежу, а он у меня там так и говорит. Она его не выключает. Жить благочестиво, это значит исполнять все заветы Христовые, учение евангельское. Так, исполнять все. Ну, конечно. Ну, все это надо знать и все это. Конечно. А тут говорится именно благочестиво. Бывают люди, которые Евангелие в руках не держали, ни одной заповеди не знают, а живут благочестиво. Я таких не видел. А? Не видел никогда. Я видел, притом не один раз видел. Живут благочестиво, притом не русской нации. Не русской нации даже. Немцы. Ну, я видел. Летеране. Ну, как они Христа не знают? Ну, гернатик, значит. Ну, немножко нутрируют. Я говорю, летеране. Летеране. Хречист не супер. А ничего у них не было. Ну, да ладно, схватит. Не было вообще ни Евангелия, ничего. Они себя считали, что многие православные. Ну, православные. У них ничего не было. А жили благочестиво. Благочестиво. И с их сыном я учился за одной партией был Арту. Эвальт старше был, Роберт помоложе. И сейчас иногда потерявка они приезжают отдыхать. Всякое специальное знал. Главный садовод Яблоки. Что росло? Это он. Маркетанищик. Скотина у кого-то там подконстрировали. Он. Дядя Яша. Яков Севастьянович. А она. Баба Катя. Благочестиво жили. За помощью обратишься всегда помогут. А вообще они Бога не знали. Но они знали, что кто-то им сказал, что они литеране. Я говорю то, что знаю. Они были на той усадьбе, где у меня сейчас балерина. Что такое благочестиво? Люди имеют. Они говорят, что это благочестиво так живут. Они не знают ни молитвы, ничего. Но люди считают, что слово благочестиво что показывают? Я не слышал никогда, что в миру такое слово говорить. Я не слышал, что в миру говорить. Он не встречал. Я не встречал. Мы отвечаем то, как мы встречали. Мы же не будем его опровергать или что-то. У каждого свое видение. Ну это да. Вот. Я видел. Их пример все доставили. Кажется 5 или 6 детей у них было. Там Ирма. И... Забыл даже как звать еще одна была. Где девка? Немецкие имена. Эльвира. Все немецкие имена у них были. Страшно тосковали они своей Родины. Где-то он был, он ночью выйдет там и прокричит что-то. Как бы услышали, что дядя Яша. Что благочестиво? Внешнее соблюдение основных нравственных принципов. Это нигде они не показывали то, что люди сейчас показывают. Ни один из них не курил. Ни один не пил. Все работали. Хорошо зарабатывали. Я... Обращались за помощью. У меня отец им молитвой. Много ребятишек. Он помогал. Деньги-то брать надо за то, чтобы подкастрируют там это же. Ветеринар делают. Он не возьмет. Это я помню хорошо. И она... Мы еще смеялись на печке лежали. Она пришла и говорит, мы купили. Она не знает как утка звать. А селезня не знает как. А уткин муж такой жирный. Уткин муж. А мы смеемся. Мало что. Но тут понятно, что в лесу это селезня. Уткин муж. Благочестиво человек живет. И внешне. Он нигде не нарушает этого. Вот на нас смотрят, когда люди здесь и говорят, а что это за секта такая? Так благочестиво все одеты. Это секта и благочестиво. Они понимают. Вот это разброд, который везде в храмах-то. Там неблагочестивые люди приходят-то. Он крещеный был. Приходит со смертного греха. Священник Александру причащает его. Это два мертвеца. Золотовец говорит, два. Он говорит, мы там гуляли. Там блудили. Потом пошли сразу батюшки. Исповедовались, причастились. А назад опять у нас тоже. Мне пишет один. Ну явно дело, что это... Его даже разбойником нельзя назвать. Он мертвец. Как он будет отвечать за них? А у вас, видите, как... А кого он имеет в виду секта? А где-то он что-то видел. Где люди все вместе. Вот. У нас даже внешне. Вот смотрите. Маленькие девочки сидят. Вся в платочках. Ну не по-церковному. Но волосы закрыты у всех. Ну посмотри. Всех сними. И посмотри на взрослых обеи камеры. Погляди. Кто бы ни посмотрел. Какие у них одеяния, юбки. Благочестиво. Взрослые. Ни одна борода не подбритая. Усы. Усы. Ни у кого не подстрижены. А сегодня среди неканьянских попов-то никого не найдешь, чтобы усы не подстригал-то. Кого бы не увидел. Патриарха там. Всех. Все усы подстригать. Почему? А чтоб причастия не коснулось. А что ты их боишься-то? Что коснется-то? Оно их губ касается. И ложечки. А мы же берем это. Священник облизывает ложечку. Усы. А ничего нету. Это все хитрость одна. Не благочестие. Благочестие во всем. Это не означает, что у него богатство какое-то есть. Благочестиво живут люди. Без обиды кому-либо. И таких людей Господь очень часто находит. Они к Богу обращаются. А тяга к святому. Обратно пропорционально тому, как человек ведет себя. Да пошел ты. Да я видел это. Уголовники. Там очень трудно проповедовать. Потому что он утонул в грехах. Его. Что бы ни сказал. Да видал я. Вот считаешь воскресенье Романа Вя Толстого. Там англичанин пришел. И стал им проповедовать. Это вот закон говорит так. Это Евангелие Христос. Через переводчика то. А там русский. Один вышел. Закон. А где он был закон открыт когда меня грабили. А когда грабили у меня ничего нету. Все Березовскому Абрамовичу отдали. Теперь давайте соблюдать закон. Не трожьте. Почему вы этот закон не знали. Всякая власть от Бога. Когда убивали царя. А теперь все уполномоченные. Все ухватились. Тринадцатая глава к римлянам. Все безбожники это знали. Всякая власть от Бога. После советской власти нельзя. Это Гитлер знал. А когда ты убивал подряд всех. Почему ты от этого в законе не вспомнил. Вот это все надо иметь в виду. А благочестиво жили? Нет конечно. Какое благочестие может быть. Бывает надутая. Вот смотри. Сравнивать даже по Сталина и Гитлера. Сталин трубку из рта не выпускал. Чаще вот такую дудку курил. Гитлер в рот не брал. Эти лопали все. Там такие гулянки устраивали у Сталина. Там Кагановичу подложили два помидора. Он сел раздавил. Они хохочут. Водоем друг друга там сталкивали. Сталин сидит. Напоить чтобы все в усмирь были. Хрущев вспоминает. Это я не придумаю. Гитлер в рот не брал. Никого не спаивал. Так он еще вегетарианец был. Да. Он был вегетарианец. Гитлер то. Он не ел ничего этого. А что миллионы душ сожрал то это он куда денет. Внешне. Ну не считая там бритый был то. Он вел вполне благочестивый образ жизни. Он пел в церковном хоре. Мальчик когда был. И здесь. Он ни одного генерала не уничтожил. Который против его не шел. Только когда там подняли пуч. Ну так. Второй четвертый год. Вот он. А от Сталина то подряд все рубил то. Он ни одного дворянина. Этот слой. Этот я до священника что священник ни одного не трогал. Он только яговистов трогал. Свидетели яговых. Их сравнивать даже нельзя. Тот из полной разрухи поднял страну. А тот. С такими семимильными шагами Россию шагал. А ее сделали самые нищие убогие. То есть это разные люди. Но оба они. Внутренне не были благочестивыми. Это два тирана. Два деспота. Два зверя. Два змея Горыныча. Это начинается предисловие книга из фильмов. Там Амам с Мордафеем как боролись. Это два змея. Два дракона. Пошли, Сережа. Можно я скажу. Больше от благочестия. Имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Можно я скажу. Вот благочестие, оно ведь как из двух слов создано. Благая честь. Правильно. То есть эти люди, их честь ничем не запятнана. И если окружающие даже о них говорят, что вот эти люди живут благочестиво, а они благочестивые, то значит они и внутри благочестивые, как я понимаю. Потому что зло выборочно не бывает. Но не может злой человек вот здесь быть таким, а на людях быть благочестивым. Даже если он и будет притворяться, все равно это люди увидят. Поэтому благочестие это и внешне, и во внутреннем так же. Вот мы знаем слово благочестие. Как понимать? Вот у меня здесь висит, как сказать, письмо или грамота от Бавана. Чтобы вы гордо несли знамя там за Христа. У нас слово гордо ассоциируется с другим. Но я-то его понимаю, что он говорит, чтобы вы не кланялись, кому попало-то, а были достойны этого, радовались, что у вас теперь дом есть, место встречи, молитву. Вот на стенке у нас висит от Владимира Николаевича. Слово гордо у него непоносительно. А когда это скажут какой-то поп гордо, ну тут гордыня и прелесть. У них два слова. Они ничего не знают. А сами в этом больше гордыни ты не придумаешь где. Чтоб человека живого за Бога считать. Сталина за Бога не считали, Гитлера не считали. А Иоанна Кронштадтского считали. Целая секта. Это воплотившийся Христос. Секта ионитов. Нигде так не возносилось какого. Да и другие, которые там приходили. Почему? Религиозные. Ам, седрики, вот это все разное придумывали. Поэтому нам словом горды, да еще не гордость, а гордыня, да прелесть, нужно пользоваться весьма осторожно. Пошли. Показывает себя достойным наказания, хотя милость Божия бывает и к таким людям. Почему же и другие иудеи не были помилованы? Потому что они не по неведению, а вполне сознательно грешили. Далее цитата. Ибо многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. В ангелии от Иоанна, 12 глава 42-43 стихии. А можете так, Павел говорит, если бы я угождал человеком, не был бы рабом Христовым. Это несовместимое. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете вы быть верующими, табаком торговать, водочный бизнес, бриллианты, нет там, что он приписывает сегодня. Борепродукты. Да. Не может, оно несовместимо. Слава человеческая, слава Божия, они не могут содружествовать. Что вообще у тьмы со светом? У Христа с милиаром. И мы это должны знать. Славу друг от друга ищите. Вот как скажут одобрительно. Нет, сейчас кто-то выступил. Я вот смотрю, у вас так все хорошо, но не могу одно понятие смущать. Почему так много в интернете против вас говорят? Да потому и говорят, что они такой, как они. Но они конкретно, можно что-то сказать? Да нет, они только говорят сектант. У них понятие слова сектант-то что? Только то, он не такой, как я. Больше он ничего не может сказать. Он это слово в словаре даже ни разу не смотрелся. Первые христиане, они были тоже написаны на Зарейской ересь. Их ересью считали. Потому что они верили не так, как основная масса. Они даже с значения слова не удосужились посмотреть. А кто сектанты? Которые отсеклись от Евангелия. От Слова Божия. От Церкви Христовой. Которые догматика измененная. У нас ничего не изменено. Если Господь благословит, мы едем по Теряевку. Осталась одна неделя, даже меньше. Андрей не дал определенного слова. Мы говорим, что четверг созвонимся. Ну, соглашается. Так что, имей ввиду. Ну, я под это... Остарковываюсь. Если у него что-то случится, я сейчас договорюсь с Витой, что он пригнал сюда газель. Это мы загрузим. Нам грузы тут возить все равно надо. И мы с газелью туда. Да? А уж оттуда Бог даст. Может быть. Да я машину подготавливаю. Ну, подготавливаю. Так что... Узнать, какая дорога. Да. Так что, вариантов несколько. Обязательно сообщить, когда... Поедешь? Если газель или что-то, мне кое-что отправить надо, чтобы это... А что отправить? Кое-что. Для лагеря, да? Да, да. Ну, хорошо. У нас есть что? Надо сюда сначала перетащить. Заезжать мы никуда не будем. Тебя возьмем. Тебя возьмем. Все. Помилуй меня. Все нормально. Нет, я хотела сказать... О, только жест один сделал, а я уже перед ней распластался. Вот настоящая любовь. Поехали. Поехали. Это же даже с книг пыль убирает. И с меня так же. И Христос говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу. Евангелие Таана 5, 44. И сами иудеи говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего, а весь мир идет за ним. Евангелие Таана 12, 19. Ими всегда руководила страсть любоначальная. И опять сами они сказали. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Лука 5, 21. Тогда Иисус немедленно совершил то, в чем они поставляли признак силы Божией. Итак, почему же они не уверовали? Неужели по неведению? Но, может быть, кто-нибудь скажет, где же был тогда Павел, унок Гамалеила, который не имел ничего общего с мятежной толпой? Он занимался своими собственными делами. Каким же образом после этого Павел заключал в темницу? Он видел, что проповедь распространяется. И, наконец, его побеждала к этому ревность по закону, а иудеи делали все из властолюбия. Но как же Павел, будучи столь сведущ в законе, не познал Христа через Писание? Он зато и осуждает себя, что страдал неведением, которое происходило от неверия, ради чего, говорит, и помилован. Вот это же сразу вопрос. Давайте представим, сам ученый муж. С кем можно совести сегодня? Ну, доктор богословия, не меньше. Много Гамалеила, ну, там вообще у него было сколько званий, медалей и прочее. Но, он не уверовал. Почему? Почему ему не пришла такая мысль, как к некоторым приходила? Чтобы чему-то научиться, он везде, как Киприан Карпагенский, старался узнать. Ага, там еще больше, ну, волшебство учился в Египет. К Выгии поехал, к Факирам. Там куда-то, если можно было, если можно к Кимка попасть, попал бы к ним. И, наконец, спасти всю мудрость, как Ломоносов. И, в очередь, некого, поехал за границу. Ему надо дальше, а дальше нет движения. Начал сам вести, теперь к нему пойдут. Почему он не решился, чтобы пойти и поучиться у них? У христиан-то узнать, почему бы его веровали? На основании Писания, доводя, он доводы потом стал делать с позиции христиан. Когда спорили иудеи-то, они решились убить его-то. Он сразу вышел на проповедь из Дамаска-то. Там пишется про это. Я противостал им. Иудеи, по словам, решили убрать его, его не победить надо. Но почему он до этого эту тактику не применил, когда был там? Я считаю в интернете, где там... Архиепископа. А что Евгений-то? Сказать это? Он против меня... А почему против меня-то? Да потому что я это сделал худо. Писал письма. И которое ему письмо-то... А у меня писем-то там сто писем каждый месяц. И который баптистом поздравлял с Пасхи и беременул с нами. И баптиста назвал братьями. И он узнал. Он меня уже этого никогда не простил. Любыми путями меня задавить надо было. И ничего не мог сделать. Нас же там отлучали было. Потом сняли. И он встретился уже... В Тамбуре выходили. А вы что здесь были? Архиепископии. Я с Надеждой Васильевной были. Я говорю, были. Там на нас было отлучение незаконное. Его сняли. У нас ничего нету. Так. Никуда не ходите. Стойте здесь. Он побежал переиграть. И мы с ним в однокотке были. Пошел. Долго не было. Видно в архивах что рылся. Пришел. Ладно, идите. И вот интересно. Он такой был. У него 10 сыновей. Я не знаю, дочери есть или нет у него. Бывали, что сына в Новосибирске ищет. Он едет. Едет. И заснул. Рядом сидит. А шофер нормально едет. И с той стороны, где вот это... Кустарники-то растут. А там другое движение. Оттуда Татра. Рвет эти кусты. И прямо на них. А вот с этой стороны. И она к заднему колесу его стороной ударила. Мгновенная смерть. И мне план прислали. Как представь. Вот машина идет сюда. И вот так вот машина. И та машина вот так сворачивает. Несется через эти кусты. А никаких тут препятствий-то нет. И она прямо дорогу наискосок. А этот по своей дороге идет прямо. Он ничего не видел. Она выскочила мгновенно-то. И прямо это со мной ударил. Все. Мне сообщили. Еще молиться только начали. Посмотри. В Ветхом Завете в какой-то там главе в Библии написано, что, например, возьмем Иеремию. У него, например, сначала пишут 30 лет, а потом в скобочках 130. Это как? Нет. Это переводик. Это книга Бутиер вспомнила. Бутиер. Это сейчас скажу, какая глава. А что такое? Третья, это четвертая глава. Четвертая глава. Двенадцатая. Еще раз прошу. Ты много слов повтори, сейчас я доложил себе. Она говорит про... Когда родоначальников пишут, патриархов. Да. И там Адам жил. Там сколько? 935 лет прожил. А в скобках там написано 800, там 35 и так далее. Вот она говорит, спрашивает, почему это? Это два свитка. Кто переписывал, кто допустил ошибку, мы не знаем. И поэтому, кто это переводил, они тоже не знают. Но два свитка. Вот один свиток, это в Синайском монастыре называется, в Синае нашли. Откуда мы взяли это все? А в другом свитке так написано. Он говорит, какой правильно? А кто докажет? Давайте оба писать. Потому что они ни на что не влияют. Ну, жил он не 930, а 980. Еще из этого. Пятая была. Все равно помер. Пятая была. Помер. Как наша мама стала рассказывать, как лечила она. Ноги болят как-то. Как? Это надо вот эту купаву святые-то. И отца лечила я. А тот говорит, ну и как? Еще помер, говорит. Моя мама рассказывает. Моя мама рассказывает. Он помер спустя 30 лет. А получилось так. Она его лишила. Он помер. Помер тихо. Все. Так здесь. Мы не знаем. Но берем именно септуагинты. Какой перевод дан был. А в еврейском оригинале, там мы советы переписывали. И тоже, видимо, были недоумения. Это речь только о годах. Ну отсюда, конечно, и от Адама сколько лет. Но у нас берется-то другая хонология. Ты себе вот запиши. Я еще скажу. Пиши. От Адама до Христа. От сотворения Адама до Христа. Пять тысяч пятьсот восемь лет. Пиши, пиши, Левия. Сгодится. Тех данных ты не найдешь, где попало. Пять тысяч пятьсот восемь лет. Так. От Адама до потопа. От Адама до потопа. Тысячу шестьсот пятьдесят шесть. Тысячу шестьсот пятьдесят шесть. Вот. Дальше. От потопа, как начался потоп, до Вавилонской башни. Вы быстро диктуете. Тысячу шестьсот пятьдесят шесть. Вот. Четыре цифры. Вы по ней все теперь высчитывать будете. Так, от потопа до Вавилонской башни 721 год. Какая точность, до одного года. 721. Вот здесь появился русский язык. Запиши. А теперь ты узнаешь, сколько русского языка. От Христа до нашего дня. 2017 год. Хотя на самом деле идет 2021. Тут ошибка 4 года. Батюшка нашел. Вот теперь узнаете, сколько лет русскому языку. Вот от тебя. Сколько? Вот от тебя. Ну узнаю только, сколько ты. 5508 до Рождества Христова. Теперь там тебе все цифры даны. Отнимаем потопы, отнимаем 721. Да, узнаете, сколько лет русскому языку. Все, поехали. Так что годы, конечно, важны, но не спасительны. Комментарий. Стоит посчитать выступления делегатов православных конгрессов, форумов. Не на выбор и не найдешь этих слов в отчетах. Проповедь распространяется. Эти слова могут сказать сектанты, заполнившие Россию. Любые, самые экзотические. Они идут от дома к дому, от селения к селению. Их проповедь распространяется. Пока православное учение не будет распространяться в чистом виде по Евангелию, представление людей православия будет казаться тьмой суеверий, а Библия позабытая и заброшенной людей. Слово позабытый, позаброшенный. Эти слова, два слова, я вырвал у Вальтера. Это от него. Дальше. Святитель Феофан Затворник говорит, горе вам, что затворяете Царство Небесное Человеком. В Афеи 23.13. Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, но заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Это Феофан Затворник говорит. И одна часть остается в уверенности, что идет правильно. Другая, хоть и замечает, что у нее не так идет дело, но идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно. И хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать. Совершенствовать взрослых познаний христианской веры. А юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней. Ну смотри, вот сидит Игорь Добунов. Он мои стихотворения как-то считал и говорит, да это не знаете стихотворения, как толкование надо давать, да и белье писать книгу-то. Действительно так. Каждое предложение требует знания писания и как увидеть. Я вот здесь задаю вопрос, не посчитайте это, ну как обычно православно-то, вот от гордости. Почему? Это у нас пойдет уже 900 лет назад жил Пепелак. 900 лет. Почему никто не обратил на эти места писания? Почему никто комментарий не дал? Вопрос стоит, почему? 900 лет? В то время не было Феофана. Феофан, да вот... Не было таких людей. Там 150 лет назад только и все. Почему никто? А нужны нет? Да, конечно, нужны. Смотри, как расширилось сразу. Как надо нести, если не несешь Слово Божие. Священник хватает, хватает, а уже ничего не поделаешь, уже весь дом горит. Почему, когда дымка шел, ты ничего не принимал? Уже тлело. А тебе в сквознях-то дали и выдало все. Я спрашиваю, почему? Почему Савл и оба христиане сказали, приведите меня один раз-то, где-то там на холле встретимся, чтобы вас не арестовали. Я послушаю, каким путем вы людей привлекаете? Я вот все время, мы когда здесь были, все время ходили к баптистам. Сейчас мы не ходим, у нас все есть. А тогда книг не было. И которые к нам люди приходили, мы их все вели к баптистам. Мы за них не боялись. И практически те, которые к нам приезжали, с кем ходили, никто к ним не перешел. А от баптиста тут Алектина пришла, которая еще из нее, дочери, это все оттуда пришли. Валентина Павловна умерла, которая, Конева. Если мы не будем делать, вот меня в Москве спрашивали, вот тут самый большой у них враг сегодня считается, знаете, Александр. Сильный там грабит. Ивзоров. Он же кинорежиссеры, и там политолог, и к нему обращаются. И патриарх, будто бы, я вполне даже доверяю этому, дал указание, где он участвует в телевидении, священники, чтобы не участвовали, уходили. И показывает. Они сидят, и он вдруг является, а тут сидят священники, довольные. И вдруг они его увидели, они сразу поднимаются и идут. К выходу. А комментарии какие? Эти черные демоны-то, как этой святости боятся? Демзоровская. Смотри, как их подуло. Ну, это не могли предположить-то. Теперь они все по-своему истолковали. Они испугались его. Я когда в Москве был, меня спрашивали, а что нужно делать? Я говорю, вы так и не знаете. Но я когда скажу, вы скажете, о, я это знал. Ну, скажите сейчас, за нами что? Но я знаю, что вы не знаете это. Почему? А потому что вы, я говорю, бесталантные. Я их специально знаю. Как так? Это вы себя считаете талантливым? Ну, конечно. Что тут доказывать? Это я все сам придумал. А почему? Да потому что, чтобы талант развился, человек должен жить во Христе, в свободе. А если ты боишься, что тебя батюшка узнает, зафиксирует, тебя от причастия отлучит, ты развиваться не можешь, ты застылаешь, все даже правильно говорят, и ты не пойдешь. Ты никогда руки не поднимешь молить, а что поп скажет? Никак. Вот смотри, я двумя перстами крещусь, и я не боюсь. Все время молимся так. И не боюсь, если я перекрещусь, у меня почему? Свобода. А то и другое неверно. А кто это говорит? Старообрядчевский, Бельников, Федор Ефимович, он историк у них. Свобода развивает человека в свободе. Почему все эти наши телефоны, там все иностранные? Потому что бионику все это, и вот это, что там называют, каким словом они, это все считали фальшивой наукой, неправильно. Генетика, электроника, потом робототехника, все это. отрицали, отрицали, а теперь только воровать, воровать, воровать. Ну, двое своровали, муж и женой там работали, передали. В Америке, значит, их захватили, обоих казнили, муж и жену. Их казнили за это, что советская сумелая разведка. Да. И один пишет, как он оттуда выезжал, нефтеперегрузочные идут, нефть. И он в баке туда, огромный бак, и он там, в баке в этом, в нефти сидел, в другом оконце, ну, эти американцы-то заглянули, никого нету. И он не вылазил оттуда, пока третий, что ли, сутки не наставил. Я вообще не понимаю, как можно было выжить это. В нефти сидел, значит, стоило того. Ну, конечно, данные, все эти пленки были запечатаны, не попало. Я говорю, что с Невзоровым делать надо? И не где-то меня спрашивают, около Храма Христа Спасителя на Берсеневке. Это на пленку записано. Я говорю, вот что нужно было бы сделать. Взять самых таких известных людей и с ними переговорить. Православными. Ну, кто там самый известный? Сейчас вот Ткачев, отец Андрей, Смирнов, отец Дмитрий. Ну, посмотрите там, кто у вас такие есть-то. Возьмите Андрея Кураева с собой. Ну, человек пять. Ну, и скажите, Александр Глебович, вы нас примете? Он вас примет, он открытый. Какие фильмы он ставил, вот это вот, честилище там все, показывает, насколько лучше выглядят мусульмане. У них изнасилование вообще, вот, которое в Чечне было, они даже не знают. Что интересно, где-то русский солдат, и ни одного изнасилования не было за войну. Если ты не веришься, не может быть того. Как это так? А сколько изнасиловали? Вот здесь, сегодня называют цифру, 150 тысяч человек в одном Берлине. Советские отдали на откуп, и поэтому что делали? Надо бы живых оставляли, а то убивали, говорит, если не были, куда, говорит, немецким кидали. И вот пришли бы к этому, сказали, примешь нас, Александр Глебович, да, нам нужно побеседовать. Под запись. Вы запишите, и мы запишем. Так, мы вот пришли, забудем прошлое, что там были, мы вас называли, там, поганый демон, там, все, вы нас называли такими словами. На время отключемся. Мы пришли, зачем? Узнать, какие мы от вас. Вам, может, Бог лучше откроет. Почему есть выражение, враги нам лучшие друзья. Друзья-то, они, ну, они меня любят, они не могут сказать, не обидеть. А враг-то мне все в глаза вылепит. И вот теперь мы на микрофон, на видео все запишем. И мы в синоде, мы вам обещаем это, Александр Глебович, мы в синоде это все проиграем. Скажите, в чем мы не правы? А вы же говорили, я не хочу, чтобы попов с колокольными с головой спускали. Вы опять за то же беретесь, канонизируете, деканонизируете. Откуда вы знаете, кто святой? Он это говорит. Как будто мои книжки читал. И далее-то он что говорит? Продажное все у вас. И идете везде, лезете в разные мирские структуры. Вам армия нужна, зачем вы туда лезете? Он их клеймит за это. Выскажи нам все это. А мы договорились, вот мы сидим, мы будем молчать, мы вас не обидим. Пожалуйста, выскажите. Вы так много знаете, вы семинарии учились. Отец у вас или кто там, дед был генерал КГБ. Мы вашу биографию знаем. Ну, скажите. И вот он бы начал вам говорить. Он бы вылепил вам все. У него таких роликов против православия, наверное, уже больше сотни. Я 32 ролика разобрал, полные ролики свои выставил и разбирал по пунктам его. Понимаете? А теперь, вот представьте, да как это так? Как это к нему на поклон? Вот тут и есть вы. Что загоношились-то? А встать, соскочить и бежать из студии, это как норма? Да. Западло с ним беседовать? А вот вы бы так-то сказали ему, Александр Глебович, вы извините, конечно, вам может не понравится, мы сначала помолимся сейчас у вас здесь. А у него там разные стоят статуи, там эти, ну, забрало, рыцарские доспехи, там все. Ну, ну, икону принесите, раз по-другому нельзя. Мы же идол-поклонники, мы не боимся этого слова. И теперь мы помолимся. И теперь вы нам скажите все, чтобы мы не забунтовали. Мы молимся даже не о вас, а вам, чтобы Бог дал мудрости, сказать наше нутро черное, какие мы есть. Вы за собой ничего этого не знаете. Внимательно слушать. Глаза не закрывать. Не прикидывайте, что слышите. Не строите из мертвеса живого. И он вам выложит все на блюдечки. И теперь вы вот так к нему подошли бы, а вы пошли бы с нами. Пошел. У меня есть что сказать ему. От него приезжал сюда человек ко мне, но я его не принял. От него один из самых близких. Приезжал из Барнаула, тут уже было, мне позвонил. Я отказался от встречи. Понятно? Я могу фамилии назвать, кто был всему, надо ли это? Я только скажу, бывший монах у него там. И вот теперь вы все это пришли бы и собрали с Патриархом Священный Синод. Вот слушай, а теперь, когда у вас это бывает там, как называют, съезд, или, как я не знаю, там, совет, собор, архиерейский, и теперь всем выложить, скажите, вот главный враг, который сейчас есть в России, больше против православия, никто не говорит, как он. Он за всем следит. Все эти исчезцы, там, эти тень, теневое, все опубликовано. И теперь давайте посмотрим. Вы знаете, как много полезного бы взяли. А что он не так видит, вы ему потом бы давлять счеты, сказали, вот это вы говорили, у нас этого нет. Вы говорите, мы аборты не одобряем. Вы сказали, ну, к примеру я говорю, вы говорите, вот это вот, лишь бы там только так, там обмануть людей и прочее. Не все у нас такие, хотя мы такие и есть, вы правы. По пунктам разобрать. Вы понимаете, как бы церковь-то обновилась. Не закрывать глаза, говорю, по гирке на каждой веке вешают. Теперь вся задача такую убедить, что я не спал. Вот и все. А у меня голубенок я принес, а они почему-то, родители бросают голубенка, не выкормлены, холодно. Я вот принес, три голубенка у меня в комнате живут. И вот спит, на одной ноге вот так поднимет, на одной ноге стоит. Я гляжу, глаза закроет, спит. Я вот не могу уже минуту постоять. Вот. И вы видите там ролик у меня. Голубенок спит на одной ноге. Так не могут даже православные в храме. То есть не могут на одной ноге. Спать-то мы спим, но на двух ногах. Ролик я назвал, вы посмотрите в самом начале. Не видела? А там голубенок стоит на одной ноге. На одной ноге. И даже не дергнется никуда. Спит, совершенно спит. Как это? Да две ноги ему сделай. Пусть на двух ногах, когда он мертвый, лежите его не установить. Он упадет. Я в жизни видел такие загадки. Вот такой вот сук, вот такой толщины сук. У березы вот так вот в сторону идет, в сторону, в сторону, потом поднимается. Его если распилить, там полмашины, дров. Вот теперь отпили его, болтами прикрути на это место. Ни один болт не удержит. Ни один шуруп. А сам по себе, он в обмоте куда-то идет, волокна. Ну ты видел такие, березы бывают в сторону далек, а потом вот так. Я насчитал 12 метров. 12 метров. Ну на две стороны раскинулась. Береза по деревке. Вот таких моментов удивительных было. Одно из удивлений было бы у вас, если вы послушались бы, Невзорова, Александра Глебовича. Он бы вам много рассказал. Он во всех конфликтах военных участвовал. И в Молдавии, и в Чечне, и везде. Он воинственный. Он не где-то был там. Его обвиняли, что он лошадь обоготворяет. И правда, лошадь у него опрокидывается, лежит, он разговаривает, она ученая лошадь-то у него. У него много есть, чему можно поучиться. Но я говорю такие слова, на меня смотрят. Да ты что за Невзорова? Ну зачем так сразу-то? Ну чувствуется, что власти его тоже через патриарха не видят. Потому что ни одного документального фильма Невзорова нету. Кроме как о лошаде. А вот смотри, в Совете Путина состоит, я узнал-то. В Совете. В Совете. Совет советников-то. У него есть что послушать. Он разбирает сейчас вот это, что в Сирии участвует, как, и при том он критически подходим. Молодец. Я говорю, что это за человек. Он какую-то программу любил, 2000 или какой-то? 600 минут. 600 секунд, то есть. Популярно было? Очень. Ну и вот. Он в Мининграде сам, пидем-мужиц. Понимаете, это талантливый человек, это не побоимся, это сказать. Да, да, да. Он же в свое время был антикоммунист, конченый просто. Ну понятно, о чем я говорю. Ну что, приняли мой совет? Не приняли. Считай. Не принят. Мы просто рассматриваем, как это надо смотреть. Не просто знания, а как применить их. Вот у меня вопрос такой. Павел пишет о себе, что я был хулителем, но Бог меня повиловал, потому что я был в неверии. И в неведении. В неведении. И в неведении. Да, в неведении. В неведении и в неверии. Потом так же нам профилак спрашивает, ну как же в неведении, если бы он много молил, учился. Да он запрашивал. Он все знал про христиан-то. В неведении был. Мы должны вот это в основу поставить. А вопрос-то вот в чем. Неведение является ли смягчающим обстоятельством в отношении помилует Бог или не помилует? В другом же месте мы говорим, что который знал бит будет и который не знал тоже бит будет. Но меньше. Но меньше. То есть это такое вроде как и смягчающее обстоятельство, но оба будут биты. Поэтому, ну и я тоже слышал, что с верующего спрос больше, потому что он знал, он верил, однако решил. А тот, который не видит, ну что с него спрашивать? Вот вопрос-то... Столько трудов. Бог же будет наказывать и верующих, и неверующих. То есть он же не будет с него. Ну раз ты не верил, ну и что там? Неверующий-то тоже... Вот бытует такое мнение, что вот с мирскими и разговаривать нужно как бы как-то не так сурово, чем с братьями. Как? Ну как? Ну не живой. Не, порождение их един. Не покайте все в аду будете гореть. На сковородках жарится. Вот так с ними можно разговаривать. Как я на крестите разговаривал с ними? Ну это люди уже к окрещению пришли. А те, которые вообще им ничего и не наблют. Они из любого выставки. А на то вот как? Сказал безумие сердца своим, нет Бога, вообще не видят. Тринадцатый псалом. И что интересно, это псалом 52-й полностью переписанный. Настолько его уже допекло. Он или два раза переписал его, или под копирку снял. Но с церкви так и идет. Тринадцатый и пятьдесят второй. Я попутно еще хотел сказать. Вот у меня тридцать восемь книг лежит здесь. Вот поверни голову-то. Вот. Тридцать восемь томов. И вот одна книга есть, называется Симфония. Какая симфония? Вот смотрите. Симфония называется не просто симфония. С чего? А на неканонические книги. Я на него потратил очень много. Это, поверьте, я могу легко доказать, это лучшая симфония за всю мировую историю. Настолько она профессионально сделана. Я исследовал все симфонии неканонические и не нашел ни одной, которая делала двумяющие. здесь, кстати, я глаголы все в один глагол. Поддержи все в один подержь. И при том, у меня все это срывалось, срывалось, и помог больше всего от Саши, муж, Галя, Саша. Он включил компьютер, на компьютере там помог мне слова быстро безошибольше. Он в этом принял самое большое участие. А я за эту книгу щелбан от вас получил. Да. Но вы рукопись показывали нам в 96-м году. А я перепутал Сераха, думал, это его книга. Ну, еще тогда впервые. И говорю, это 42 главы здесь, а вы говорите, нет, 51. Я говорю, как? 42 там должно. Ты что, со мной спорить хочешь? Я говорю, ну, можно поспорить. И мы поспорили. там свидетелей было много, братья там, сестры. Ну, и все, ну, и показали. Ну, смотри, открыли Библию. Я говорю, так, а что вы мне Сераха показываете? Надо же Ивова показывать. Вы мне опять показываете. Ты смотри, рукопись-то куда? Я смотрю, правда, Сераха. Ну, деваться некуда, пришлось лоб подставлять. Ну, больно, хочу сказать, ставите щелбаны. Какие-то у вас практика есть, видать? Ну, все остальные судьи моложи были. Как ты зубой остался еще. Потому что крепкий, лбом. Ну, считай. 1 Тимофея 1,14. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильном с верою и любовью во Христе Иисусе. Толкование. Сказав многое и великое о человеколюбии Христа, о том, что он его достойного самого страшного наказания помиловал, теперь говорит, что он не только это даровал, но и удостоил его усыновления, сделал братом, сыном, другом и сонаследником. Так обильно открылась благодать человеколюбия его. Но что бы кто-нибудь не сказал, так как всюду благодать, следовательно, нет свободы воли. Апостол прибавляет с верой и любовью. Ибо веру, говорит, привнес я уверовав, что он может спасти меня. И любовь так же сам я приобрел во Христе Иисусе, потому что виновник моей любви к Богу Христос, а не закон. Этим показывает, что с верой должно соединять любовь. Ибо от любви зависит исполнение заповедей, как сказал Господь. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иван Глета Ана, 14-15. ты задал вопрос, не ответил о которой неведение. Бог на суде будет с них спрашивать? Он неведение был. Будет. Притом по полной программе. Я вам говорю, допустим, город 600 тысяч, на советская власть была, храмы были закрыты, никто не ходил. Ну, хоть один-то где-то был, верующий был, он будет судьей на суде Божьем. Царица Савская судит, она одна была. Одна. И такую дарь пришла. Вы же рядом жили, не видели соломоновой мудрости. И она говорит, осудит этот мир. Вы сядете на 12 престолов будете судить. Вот что надо помнить. Он мог. И этим оправдания никакого нет. Я не знаю, как людям это непонятно. Я вот когда вспоминаю, пока Евангелие у меня не попало в руки, мне Бог дал такой память или что. Я все вспоминаю. Вот там разговор был. Я мог вполне дальше продолжить разговор. Я вышел бы на Евангелие. Нету. В армии был. Когда я вот это видел, тут прям рядом Христос был, прошел мимо. Как сейчас помню, дали мне отпуск. А дали почему? Я переводы там делал офицерам, которые в академии учатся. Им переводы надо на английском, на немецком. Я переводы делал. Ну я у них в фаворе был. И меня поэтому домой отпустили. Я еду, еду дорогой навеселе. Выпил маленько. И в нашем купе сидит старик со старушкой. Немцы. Вот я с ними разговаривался, а они души во мне нечают. Ой, свой человек. То другое достали книга Десант Пух. Это книга песен, как у нас восхождение. И они открыли, и я еще там мычал сидел. А сам-то выпивший был. И теперь вспоминаю. А они верующие. Такая книга в те времена была редкость. И сам себе я другого слова не скажу. Свинья. Руси Шишвайн Арбет Трайн. И весь сказ. И я с ними ехал, они даже не заметили может быть. А я вспоминаю и себе не могу простить это. И тут меня Господь уже касался. Я вполне мог с ними теперь уже выйти на Евангелие. Библия была у них здесь с собой. А у меня в жизни такого не было. Не правда. Было. А почему Бог это допускает, не заступился? Для того, чтобы вы поняли, как плохо без него. Он на минутку отступает, и теперь ты начинаешь мыкать и Бога искать. Вот для чего. Да он неверующий, а у него то другое, а я верующий, у меня все не так идет. Вот Бог тебе показывает, что ты не совсем Богу отдался. И ты увидишь это. Мы должны все время быть учениками. Вот Саши нет его. Галя меня компьютером научила запятую в точку превратить. Дорого было, я даже этого не знал. До не увидал это. А уж Саша тут меня по полной программе. Первая которая появилась у нас книги были, он их выставил. А там больше ничего не было, ни форума, ни слов. И один посмотрел, за что у вас такой бедный этот сайт. Как бедный, там книги. То есть я опять понимаю по-своему. Вот никто же не сказал. Иду я с собакой иду так просто. Она у меня знаменитая такая, она самое первое место заняла, а он полукровный. Рекс, а сзади мужик идет, хвост собака хороший. Я говорю, да, но она не чистопородная. Меня так заело сразу. Ничего себе разбираешься ты в собаке. А чем она не чистопородная? Он бы сказал только одно. Уши как у него намного больше разваленные, хвост короче, наполовину загнутый. розыске там все находит. Преступники его боятся как огня. И это вот с какой позиции это. И поэтому я за него мед банку отдал, там денег только выдал. И вдруг да нигде там брала в кульбе собаководства у директора. Но она мне сказала, но у него есть там такие, она прямо не сказала, это не породистый. Он экстерьер не тот. А мне экстерьер не знаю, мне тот. Вот Гаврил с Олей вы ей займитесь. Она может даже не прийти. Она сузила так разговор, настолько он пошел криво, что как будто человека никогда у нас не было. Ее когда принимали, она уходила второй раз. Она приходила, чтобы я походатайствовал, то как огня боится собрания. Ну мама приезжает последние пять лет и не может попасть к ней. Но все время откладыватели нету, некогда. А вот если бы сидел тут кто-то, кто бы ей пообещал, что возьмет ее под руку, она бы не ушла и про маму забыла. Ну тут секрета никакого нет. А? Я не возьмусь. Что? Сережа тут ни при чем, короче говоря. Да конечно не при чем. Ты просто не удался. Нет, он не хочет еще три года молчать. Нет, я тебя не имел ввиду. Просто так. Я сколько говорю, ты же теряешь все. Как она на меня сверепела. Ужас просто. Давай упрекать, меня сразу сорвалась и все. Я говорю, ты зайди и подумай. Некогда. Ну просто никак. Совершенно. Что помедельно? Вот пометесь и покажите и скажите община тебе не нужна. У тебя нет за что держаться будет. Мы все знаем нужны друг друга. Сегодня поговорили. А я предполагаю, что она потому что не может зайти, что она знает за собой, что как раз у ней это есть. Все может быть и помада и духи разные. Да нет у ней попроще нужно о ней думать. Я не знаю. И то что вы с ней говорили Марина с ней говорила. Я с ней прям говорил отдельно. Так что она действительно мама парализованная уже мы приехали в 96 она уже была парализована 10 лет. Вы представляете? Маме так же как моей маме 73 44 года. Ну ладно Сережа пошли. Мы поговорили о том что везде всю она придет Игнать 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 она придет у ней есть какая-то предрасположенность к вере. Она приходила однажды когда я так выговорил и Анатолий поняла что больше не придется прийти она одна ко мне пришла я сейчас даже не могу сказать с чем она пришла чуть ли не с подарками чтобы только это вот я говорила тогда это простите да я нет это не так я ничего не имел я просто да главное молитвы нет никакой Она очень сильно удивилась когда мы приходили благовествовали ей этой маме еще давно 97 98 там то 99 то она очень сильно удивилась что у нас настоящая семья то есть мы любим друг друга и у нас чистое отношение и она была этим очень сильно поражена и потом пришла уже я так думаю что даже это ее побудило прийти на занятия потом первый раз когда она год ходила потом год не ходила и потом опять пришла у нее сложный был этап ну она там прикрашивалась прихорашивалась но это ей не шло никак это она делала для того чтобы ну как бы привлечь просто какого-нибудь человека но она понимала что не в этом дело а сейчас тем более понимает я даже в миру был когда-то ну как в миру евангелия не знал я свежел мне до того не нравилось вот это когда красятся но любил косу если пошел в увольнительный впереди меня коса она меня уже повела куда не надо я иду сзади и смотрю какая коса в ней вот такая тогда брюк не носили этого не было 1 Тимофея 1.15 верно и всякого принятия достойно слова что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников из которых я первый супер грешный архи грешный так он весь в крови был тут ему легко облакается он узнал за собой такое что если бы он хотя бы тысячную долю этого сделал против евреев которые были они бы его убили сразу от этого он все делал против христиан его имя гремело везде наводило ужас в город к нам идет савл там не знали кто куда бежать куда прятаться хватало мужчин и женщин разницы не было это делал в ревности и был более ревностный чем мои друзья товарищи братья он был на счету особом в КГБ тогдашнем не надо свои услуги поехали толкование сказав выше что он помиловал меня гонителя продолжает не удивляйся и не сомневайся в величии дара ибо для этого он и пришел в мир чтобы спасти всех грешников и так верно слово и достойно приятие потому что невозможно не доверять дарованному напротив так как бесконечна благость подателя оно заслуживает доверия и приятия это направлено также против иудеев преданных закону чтобы показать им что без веры невозможно спастись почему же он сказал в другом месте по правде законной непорочной филиппийцам 3.6 теперь ставит себя первым из грешников потому что пред правдой во Христе правда по закону ныне грех так как время уже прошло пока было еще время она была правдой потому что подобно тому как ночью луна и свеча свет но когда явился Христос как солнце когда затмил ее и так погрешает и неразумно действует тот кто пользует свечой подзаконной правдой когда воссияло солнце правды Христовой и в другом месте апостол говорит об этом прославленное даже не оказывается славным 2 калифонам 3-10 известно как у Бога все высчитано какое за событием какое должно как быть и оно ждет времени проявить все события вот как я сидел здесь в тюрьме на горе а в это время появляется статья уже суд у меня идет и на суд откомандировала партии горком партии теперь я все знаю откомандировали сюда человека одного мужчину из алтайской правды Титов Виктор филитонист тогда был самый известный высокого роста такой и вот он был среди всех сидит наголо выше их до конца и в конце ему разрешили со мной побеседовать и он сидел все записывал процесс шел сколько дней он подошел еще у вас больше ничего против вас не было я говорю нет но статью написал я еще сидел под замком здесь и в это время газета вышла о как забудели в тюрьме мы его знаем а там я пленки торговал торговал отдавал то есть я большие-большие деньги пропускал через руки даром то есть пленки брал представьте себе сколько оно стоит 8 часов 20 минут запись на одну только катушку на одну а там почасовая сколько платить за час надо а я брал допустим она стоит 7 20 катушка а человеку я даю с записью и говорю ты мне такую же катушку купи он говорит а мне зачем где я достану я говорю ну тогда округли и вот это округление копейки это они посчитали они даже не знают но теперь умножь допустим даже тогда она стоила сколько 7 рублей и умножь на 11 и то куда потянет то в то время это же деньги были а если все вместе это две с половиной тысячи пленок доумножка на эту цену на 8 а зарплата у меня была 72 рубля тогда 150 рублей если кто-то получал это хорошие деньги считались я не говорю про сейва и это все в газете люди-то понять не могут что речь идет не мои деньги стоимость пленок а он не сказал Титов Виктор и вот я когда был уже освобожден и я пришел и с ним поговорил он стал жаловаться жена больная там дочка что-то не так и я их пригласил Потеряевку ты знаешь это и они приехали в Потеряевку на время Березовки побыли ну и приехали ясно ему дали там где-то и у нас с ним наладились отношения он пришел ко мне на работу и давай интервью брать вот его первое что он написал и второе для слова Божия нет уз обе статьи там есть обе и теперь написал почему я златоуст слово пишу без кавычек теперь тогда написал в кавычках и он приходил ко мне и на занятия кажется тогда я пошел тогда был майор Юрий Алексеевич главный редактор Алтайская правда я говорю вот на меня статья была такая была теперь надо сделать такую а у меня хорошее отношение у меня везде хорошее отношение удивительно просто а кто чтобы напечатал эту статью написал я говорю Титов и вы ему доверяете я говорю конечно вопросов нету вот мы хотели устроить как бы диспут с ним здесь и он внезапно умирает внезапно но жена мне говорила как все с ним это было сейчас я не знаю как ее звать то ли Нина или как вот он говорит ты мне пожарь колбасы ну я пожарила большую сковороду я думал там дня на два а он ее всю съел говорит из комнаты пошел слышу грохот я вышел он лежит распластался и уже мертвый но у меня то с ним было это и она впала в такую тоску и брату пишет Владивосток кажется и так и так вот у меня такое случилось и все и я ищу утешение не знаю как он говорит утешение ищешь где ты ищешь-то его ты ищи там где живешь у вас ты слышала такой лапки да как не слышала муж писал тем более посмотри ты на диадрес позвонил он тебя утешит это надо же я не знал даже где ну и это она мне все потом рассказывает я думаю где найду а у него вот эти он писал и все это печатал и говорит лежат показала рукой это две наверное таких вот пачки ну все время печатается на машинке печатается одной стороны листья я говорит подошла где я буду искать где я говорю что-то задела и пачка-то свалилась пачка вся рассыпалась и передо мной сразу лежит ваш адрес такого не бывает и она мне сразу позвонила понимаешь какой круг надо сделать чтобы туда позвонить прийти свалить пачку и адрес выскочил зачем он адрес у него был среди этих то я говорю понять до сих пор не могу адрес это в другом месте но не среди бумаг то этих было ну и вот а дальше конечно то что она желала у Бога как все вымерено какое событие за каким пошли 1 Тимофею 1.16 но для того я и помилован чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем которые будут веровать в него к жизни вечной толкования обрати внимание на смирение его для того говорит я помилован чтобы никто из согрешивших уже не отчаивался но был в полной надежде на прощение так как получает спасение величайший из всех грешников Павел этим апостол показывает что сам он не заслуживал прощения но ради спасения других сподобился сего человеколюбия Божия не сказал просто чтобы во мне показал долготерпение но все долготерпение как бы так говоря бесконечно согрешив я нуждался во всей милости во всем его человеколюбии а не отчасти подобно тем которые отчасти согрешили пример говорит то есть для примера для утешения и для прощения всех кто хочет веровать разрешил пусть прочитай вот это вот этот заголовок это тоже будет как благодать Божия проявлена была где-то посмотри второй заголовок златоуст со второй строительной или о том почему первое слово посвященное Игнатию Тихоновичу Лапкину герою моей статьи пятилетней давности я пишу без кавычек это Виктор Иосифович пишет он сам и мое письмо которое я написал на главного редактора из тюрьмы опровергая его газетную тоже помещено здесь вот эта книга для слова Божия нету она из-за них документов состоит кавычки открываются не все пророчества сбываются это сбылось а это сбылось и кто пророчествовал вон сидит я говорю вон она вот так смотрит где-то кто-то рядом или что пошли в июле 1986 года краевой суд приговорил христианского проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина к двум с половиной годам лишения свободы я был на этом суде с первого до последнего дня прочел его пухлое в кавычках дело пухлое дело то есть несколько томов и написал об этом статью в кавычках златоут со второй строительной Алтайская правда 26 июля июня 86 года именно именно здесь на этой улице в старом изношенном бараке неподалеку от железнодорожного вокзала барнаула жил и живет вернувшийся заключение этот подвижник веры теперь уже подвижник веры а там не так вскоре после появления статьи случай столкнул меня неподалеку от редакции с женой Игнатия Тихоновича Ох сейчас такая была уже нет Эх А вам А ведь вам А ведь придется и вам когда-нибудь каяться сказала она на пророчество пришлось и не только потому что нет уже в уголовном кодексе РФСР в кавычках политической статьи 191 это по ней судили неугодных власти людей за распространение заведомо ложных клеветнических измышлений против общественного и государственного строя Ох куда замахнулся Есть на мне и свой профессиональный грех Грех профессиональный Вот покаяние покажется верующий уже Ведь уже тогда мне было ясно за убеждение какими бы в кавычках ошибочными или в кавычках безошибочными они ни были нельзя судить уголовным судом Уголовным судом уголовным никакого вреда не было уголовный суд Да и в кавычках ветер перемен уже повелевал повелевал считай правильно Да и ветер перемен уже повевал повевал вел В затхлой атмосфере, в кавычках, идеологического единомыслия. Ох, затхлая, все это коммунистическое, как заговорил-то хорошо, он верующий. Правда, не все еще могли тогда осознать, к чему приведут нас эти перемены. Перемены. Защищая православную веру мучеников в церкви, алтайских крестьян, пострадавших от раскулачивания в полу коллективизации, Игнат Николаевич Лапкин не останавливался на скорби и сострадании. Надо талантливым, религиозный, политический талантливым. Я не останавливался на этом, а я исследовал в то время, кто виноват в этом и что. Он шел дальше, искал и находил виновных в исторической трагедии русского народа. Ими по Лапкину были коммунисты, сатанисты, устроившие жидомасонский заговор. И Вэй Ленин, вождь атеистов Сонмища Иуд. Сонмища Иуд, я их называл. Так писал Игнатий Тихонович в своем стихотворении, аккуратно подшитом следователями к делу. Вот у меня они когда открыли, вот такой стол, а крышка вот такая, а там машинка стоит, Украина, там 5, большая машинка пишущая. Они долго не могли открыть, ну покажите, как открывается, они могут сломать-то. А там гвоздик один надо было подковырнуть, он выходил, и тогда открывалось все это. Я открыл, и там написано КГБ, и написано Камарилья Г Гнусных Б Безборщиков. Камарилья Гнусных Безборщиков, вы опоздали. Ну и Сигнатий Тихонович, ну вы зря, я говорю, я теперь сам вижу, что зря. То есть я готовился, знал, а тут они у меня, я им загадку загадал, у меня спечатать надо, стульчик вот такой вот, например, вот так сидеть, я вот сам сделал так. Ну а у него сделал двойную крышку, и туда спрятал мне дали книжку, она такая уже желтая была, о святых. И вот они там ковырнули и нашли, и нашли, смотрят, прошлого века книжка, там буквы ядят еще написано, они ее и на свет, и так, может там, как Ленин писал молоком, тайна, пись какая-то, нет еще, я гляжу, чуть ли не на зуб пробует-то. А почему эта книга у вас, а я отвечать не хочу. Они ее пришить не могут к делу-то, и отдать не могут. Нашли, и не знаю, что с ней делать, я ее специально для них заложил. Они меня считали, знаешь, таким, кто дал архипелаг в ГУЛАГ, и уже не было нигде, я насчитал-то с книги, где эта книга, понятия не имею, как так. А я придумал так, вот заходит, у меня такая вешалка, и на вешалке я всем сказал, кто что мне принесет, а вешалка, она, вот как кровать закрыта была, тут фонеры-то, а тут заходишь, и сразу никто не видит, заходят, руку туда положили, а когда надо будет, вы придете, возьмете, я не знаю кто, я не знаю, я взял и насчитал, опять положил. Дня три прошло, я руку сунул, нигде нет ничего. Меня бы они на куски резали, я бы ни сегодня сказал. Но если я заранее-то все обдумал, а так я под пыткой мог и не вытерпеть, и сдал бы кого-то. Это было не все, но и этого оказалось достаточно, чтобы я, никогда не бывший партийным человеком, возмутился. Возмутился как раз, оболчал. У каждого из нас свои святые или не очень святые духовные отцы. Вот это Шевхонов пишет, святые или не святые. Он отсюда, наверное, взял. Пусть, думал я, Латкин считает святыми мучениками последнего царя Николая II и его современника патриарха Тихона. Моя вина, что я считаю святыми. То, что произошло в Екатеринбурге с царской семьей, особенно с его детьми, иначе чем жестокостью не назовешь. Разоговорь-то какое пошел. Но ведь и сам царь не агнец божий. Разве по его приказу не была расстреляна мирная демонстрация голодных рабочих? Нет, конечно. Он из них знал. Его в городе не было. А не было там голодных? С семьями у Зимнего дворца в кровавое воскресенье. Нет, конечно. Он говорит, но царь отвечает, говорит, но я обвины с тебя не снимаю. Войска-то мои были и все. А это шли бомбисты, чтобы прорваться и бомбами закидать. Это не мирная была демонстрация-то совсем. Я русский, внук малоземельного крестьянина, всю жизнь усердно трудившегося от зари до зари, и потому прозванного Букашом, сын многодетного отца рабочего, воевавшего с бандами после гражданской войны, испытавшего горечь окружения после изнурительных боев начала Великой Отечественной, а затем плен, фашистские концлагеря и немилость сталинщины. Это я-то должен поверить, что вся наша жизнь с ее муками, страданиями и редкими редкостями была всего лишь экспериментов каких-то жидомасонов, которым захотелось поиграть с терпеливым и глупым народом. Да не может быть! Это слишком примитивно и оскорбительно. Историки, конечно, разберутся, но я этому не верю. Ручки закрываются. От нетерпения веры в то, что мне было дорого, как дорого иной час, я нарушил неписанную журналистскую заповедь. Покаяние не приносит, смотри. Двоеточие цитата. Это газета «Алтайская правда». В то время, как чуть не сто тысяч экземпляров она была. Самая массовая. Вот что это за заповедь журналистская. Да. Неправедно осужденного надо или защищать, или молчать об этом. Видишь, как он себя мучает за то, что статью тогда написал. Удобная формула. Мол, время было такое, и я колебался вместе с ним лукаво, хотя бы потому, что отрицает свободу воли. А вы, говорит, не колебались от курса партии. Он говорит, я все время колебался вместе с курсом партии. Люди не слепые, и журналист волен отказаться писать, если ему не по душе сам предмет. Ему не по душе, а он написал. Кается же, он явно делал это. Преднародно кается. К сожалению, как раз содержательная сторона в кавычках «дела» Игнатия Ханчелапкина в моей статье проговаривалась слишком глухо. Читатель мог лишь понять. Вот нашелся еще один религиозный проповедник против советской власти. С этой целью он записал на магнитофонные катушки произведения религиозных авторов, в том числе и «За рубежа», «Архипелаг», «Гулаг», «Соблашеницына», тексты так называемых «Протоколов сионских мудрецов», собственную работу по преследованию верующих в нашей стране по воспоминаниям земляков. Статья так гласит, распространение ложных измышлений. Статьи-то у меня нет никакой. И когда я после этого уже освободился, стал говорить, вы же говорили, что не было раскулачивания. А сегодня, говорят, 10 миллионов было. Было. Я говорю, ну вы же говорили, эксперты, ты кандидат наук, Нагорная здесь была. Так у меня же деда раскулачивали. Да какая же ты говорила? Так нас заставили. Заставили, а деньги получали за эту экспертизу. Вот и все. Я-то пошел, теперь кто меня тут топил, тогда их всех нашел. И прокуроров, которые меня топили, и судью, всех нашел. И следователей, всех нашел. И они ко мне потом приезжали сюда на дом книжки покупать. При жизни увидели справедливость. Вот как удивительно. Он в аптестах прошел, было такое, да даже них не слыхал. И такого дома, как мой, что-то мне же государство заплатило. И мэр города приехал, он фотографии висит. Этого не было. Это один дом, может быть, на всю Россию такой. Может, он каторжник. Мэр города, да не просто мэр города, а входивший в десятку лучших мэров России. Получается, вы весь мир. Приехал сам с лучшим корреспондентом, фотографом. И все это за снятие газета была. Тут статья есть. Лапкин предпочел храм недвижимости. Про этот дом, где мы сидим. И потом, бывает, еще приезжал несколько раз посмотреть, как мы тут алтарь строим. И, говорит, как много сделали. Дальше. Короче говоря, Игнатий Тихонович выступил составителем текста, редактором, издателем и распространителем среди верующих, кавычков, духовной пищи. Потому что полагал, везде диктат атеизма. А ему на основании действовавшей тогда 157 статьи административного кодекса РФЦР поставили это в вину как занятие незаконным промыслом. То есть пленки. Вот я насчитал, а теперь взял и дал отцу. Это нельзя. Я говорю, а я отца записал, он рассказал, как на фронте был, как ему руку оторвало. Я могу копию сделать, и у меня 10 детей, и детям дать-то на это тиражирование. Так запрещено, тут я не знаю. Я говорю, да как же тиражировать, тогда была и Пугачева известная, и Высоцкого. А меня нельзя тиражировать, почему? Ну, тут действительно, что-то не так. Я что, вред сделал какой? Покажите вред. Покажите, где погиб кто-то, или что-то у него оторвало. Нет, ничего. Никого нигде нету. И дальше. Это он сам пишет. Если бы я писал, тут бы сказал ты. А это пишет человек, который доверенный был от всей стороны. Нет сомнения, во всяком случае для меня, что растиражирует он с помощью магнитофона песни Аллы Пугачевой, ему бы из власть имущих никто и слова не сказал. Сатирические песни Высоцкого расходились по всей стране. И что? А вот лапкинские записи более трех тысяч катушек были конфискованы. Тысячи катушек. Это в оригинале которые. И каждая катушка, это не такая вот кассета, а 8 часов 20 минут. Катушки были большие. 375 метров на скорости 4,7 сантиметра в секунду. Вот сейчас, когда кто-то приходит, и к заключенному, он должен вот так вот встать в камеру, отвечать. Статья 192, 101 прим, два с половиной года, то-то-то-то-то делал, то-то-то-то, он должен все перечислить, тогда так выходи. Он руки высовывает туда за решетку, ему там наручники надевают, он опять руки туда втягивает в камеру, теперь выходит. С двух сторон ему руки заламывает вот так вот, и головой вниз, вот так он и идет. В тюрьме это строгие, которые есть. Все это показано в интернете. Это не просто так. Это смерть, смерть, говорит, протяженностью в жизни. Они просят, пишут, расстреляйте. И вот я пишу. Это он пишет, когда тебе говорю. Смотри, что он пишет. Ну-ка. А вот лапкинские записи более 3000 катушек были конфискованы как крамола. Вернее, как идеологический промысел. О, идеологический промысел. То есть я поймал щуку, но щуку говорящую. Растерожил, я продаю. И все имели, на пищах поехали. Уже тогда у недоброжелателей возникал вопрос. А что сам лапкин с этого имел? Вот мнение самого Игнатия Тихоновича. Обо мне лично свидетели подтвердили. 32 свидетеля. Абсолютно бескорыстен. Отметили мою жертвенность, правдивость, готовность умереть за Христа. Я абсолютно уверен, писал он далее в своем протесте и заключении, что все начитанное мною, инкриминируемое мне, исторические факты. Но эти факты, и особенно их истолкования, расшатывали устои царившей тогда идеологии. И расшатывали. И дальше? Они были опасны властям, размывая ее фундамент. Фундамент размывала. Я не могу ручаться за убеждение и веру ученых-экспертов, чье заключение легло в основу обвинения Игнатия Тихоновича Лапкина. По политической статье 191. 193. А 191 я милиционера ухайдакал, грохнул, как говорится. И мою статью никто не знает. Так я что, милиционера убил? Нет. А статья... Я говорю, прим, начальник даже тюрьмы, всю жизнь поработал. А что это за статья такая? Полез туда, достал ущербник. О, вон что, ты натворил-то, отец. И он меня все время вызывал в начальник тюрьмы. Соломин Александр Семенович, полковник. И умер по-христиански. Мы с ним долго беседовали. Следователь принял полное крещение с полным погружением. Я должен был там быть. Я благодарю Бога. Батюшка сказал, когда бы брата моего не арестовали, сейчас бы собираться негде было. Поехали. Но его полезно процитировать, как документ истории наших непримиримых идеологических войн. Что мне вину ставило, а он теперь пишет. Экспертами выделены следующие основные группы измышлений. Измышлений, которые я измышлял. Статья измышления, кредитические. Их надо подогнать под измышление. Я говорю, а если я верю в это, тогда судить нельзя. Они говорят, он распространял, а верить в это не верил, чтобы статья сошлась. А если я даже распространял, ну не было этого. Я говорю, а Ленин сам двух человек съел. Съел просто. Вместе с Крупской сидели, жевали и ели. Меня нельзя за это судить, потому что я верю. Я верю, меня так внушили, я верю. Уже судить меня нельзя. И вот они говорят, он Лапкин знал, что не было раскулащения. Я говорил, что статья заработала. Экспертами выделены следующие основные группы измышлений. Утверждение о гонениях на граждан в СССР за их веру и убеждения. То есть их не гонят. Я сказал, гонят. Гонения, он говорит, нет, не было. Второе. Утверждение об отсутствии в СССР свободы совести. Я утверждаю, это какая? Только что партии нравятся. Слава КПСС. Дальше. Измышления, порочащие советскую науку и культуру. Измышления об истоках революционно-демократического движения и социализма. Об основателе советского государства Ленине. Ленин написал, смотри, вот здесь памятник, кстати, я мне написал, стоит свой рот ощеревь, по мету птиц подставил голый щеревь, вождь атеистма в сон ищают. Следователь написал, можно памятник и чаще мыть. Вывод какой. Вот теперь ты хочешь это себе биографию составить? Не составит, никого не гонят. Момент был такой. Отождествления советского государства и органов власти и управления с образами сатаны и антихриста. Какие обвинения-то меня были. От которых якобы исходит все зло, и с которыми следует вести непримиримую борьбу и так далее. Все, да? Больше нету. Жалко. Другой раз. Ну? Так, это биография живая на сегодняшний день. Так, ладно. С правой стороны вставай тут. Маленечка назад давайте, чтобы вас видно было сюда. Ну, кто, молитесь? Благодарите, Игорь, помоли себе. Да нет, Игнать Игнатьевич, давайте по традиции. Анатолий, хочешь помолиться? Поблагодарить, благодари. Боже, Боже, благодарю тебя за то, что ты дал сегодняшний день, за то, что дал ты знания, дал мне возможность присутствовать на этих занятиях. Благодарю тебя, Боже, за то, что все ты сделал для меня. Аминь. 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 Жаль сerdаль. Жалься над нами, прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Слава Тебе, Иисусе Христе, во веки веков. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.